Всем привет! Я расскажу поэтапно, как скачать мою сборку с облака, как ее проверить, как ее можно проверить в винде, как ее можно проверить в линуксе, чем ее можно записать в винде и чем ее можно записать в линуксе. Потому что вторая часть ролика уже сделана, как, находясь уже на сборке, записанной на флешку, разметить жесткий диск, как записать это дело на разделе жесткого диска. Этот урок посвящен тому, как скачать мою сборку. Я нахожусь сейчас в линуксе. Вы можете находиться в винде, роли нет. Под любым моим видеороликом имеется ссылочка вот сюда. Сайт компьютерной советы. Вот, нажимаете на нее, а оказываетесь на сайте. Значит, для большинства пользователей скачать можно с меги, кроме Казахстана. Вот. Идете сюда. Вот, линукс, мои 64-битные сборки, потому что мои сборки только 64-битные. Идете вот сюда. Вот, линукс, минсанамон, 17.2, стабильная сборка. Открываете. И первым делом делаете, что? Вот, правой кнопкой мышки скачать, обычная загрузка. Пошла загрузка. Что еще можно скачать? Вот, это контрольная сумма. Обычная загрузка. Пусть тоже качается. Ну, пароль. Загрузка с меги заканчивается. Вот, пожалуйста. Сохраняю я. Да прямо на рабочем столе сохраняю, чтобы проще было всем. И контрольную сумму тоже на рабочий стол. Вот, практически и все. Значит, ну, и первым делом, значит, что? Нужно открыть файлик с контрольной суммой. Ну, в линуксе это делается просто. А в винде откройте его блокнотиком. А в линуксе просто вот нажимаем его. И мы здесь вот видим, пожалуйста, контрольную сумму файлика. Вот она. Теперь, что делаем дальше? Вот скачанный наш Linux Mint. Моя золотая сборка. Чек MD5. Вот, правой кнопкой мышки кликаете. Чек MD5, то есть проверка контрольной суммы. И ждем, когда выскочит окошко с контрольной суммой. Оно выскочило. Смотрим. 85D0. 85D0. 273. 273. Ну, коню понятно, что контрольная сумма совпадает. Ну, значит, образ мы скачали правильно. Он сделан правильно. И плюс, ко всему прочему, я всегда все образы, которые я, значит, скачиваю, я проверяю на виртуальной коробочке. Записали на флешку. Если с флешки не стартует, вот только тут две причины. Или флешка битая, или программа для записи на флешку не в порядке. Иногда бывают еще неполадки, неправильные настройки в биосе. Вот даже три причины. Вот практически и все. Флешка у меня вставлена, поэтому я открываю программу для форматирования флешек. Иду вот сюда. Наберу форматировать. Пишу здесь парольчик наш. И программа довольно-таки быстренько меня все это дело отформатирует. Все. Теперь вот, правой кнопкой мышки просто кликаю по образу. Создание загрузочного накопителя. Ну и пускай создает его. Вот флешка наша на 4 гигабайта. Записать. Заводим пароль. Ну и пусть он на нее записывает. В Винде можно писать программы Юми или Руфус. В отношении моих сборок они работают корректно. Обе. В Юми надо выбрать Linux Mint. Найти образ и записать его на флешку. В программе Руфус то же самое. Найти образ, указать. И образ будет записан на флешку. Затем, значит, когда образ будет записан, вы стартуете, выключаете компьютер. Стартуете с флешки. И уже. Итак, вот сообщение получили. Образ успешно записан. Закрываем его. Теперь нам что остается сделать. Итак, я стартовал с флешки. Вот показано на флешке, что у меня сколько тут всего, сколько занято и сколько свободно. Читать умеете все. Значит, что я делаю? Я иду в программу SystemBug. Займемся разметкой жесткого диска. Открываем программу G-Parted. Пароль у нас везде User. Здесь мы это дело игнорируем. И вот, допустим, попадаем мы вот сюда. К примеру, значит, я могу выбрать любой раздел жесткого диска. Где бы я хотел разместить свою сборочку. Ну, допустим, смотрите. Вот я решил этот раздел взять просто-напросто и удалить. Вот таким образом. То есть, у нас сейчас имеется, значит, неразмеченного пространства 250 гигабайт. Вы можете гораздо меньше выделить. Это зависит от вас. Я просто показываю принцип. Значит, сама по себе программа Linux Mint Sonomon занимает, как правило, не больше 20-30. Ну, я могу выделить ей 50 гигабайт. Ну, чтобы быть точным, значит, вот я 50 умножу на 1024. Вот будет 51 200. Вот что я делаю. Вот в этой неразмеченной области я создаю новый раздел. Вот здесь пишу 51 200. Делаю его там в формате 3 или 4, как вам нравится. Ну, вот даже можем сделать в формате 4. Кому какая разница. Значит, пишу добавить. И оставшуюся неразмеченную область, значит, я просто-напросто форматирую в формате, допустим, 4. Вот таким вот образом. Нажимаю применить. И, как говорится, вперед из песни. Я пытался делать еще отдельно в свое время отдельным раздел Home. Ну, у меня не пошло, не понравилось. Там бывают всякие там затыки. А вот просто создание раздела под Linux и, скажем так, вот этого раздела, который я называю кладовочкой, вот, по моему личному мнению, является самым оптимальным. Цифры у вас могут быть самые другие. Могут быть под Linux у вас там всего лишь 20 гигабайт выделено. Или 30. Смотрите сами. Под кладовочку тоже, может быть, 50 гигабайт выделено. Там 100-150, зависит от вас. Я вам просто показываю на примере. Вот разметку мы сделали. Причем она отличается от всех, потому что тут идет с расширением Extension 3, а я делаю вот с расширением Extension 4. Все, значит, закрываем. Пошли на SystemBug. Видите, менюшка полностью на русском языке. Значит, у меня два варианта. Первый. Копирование системы. Это, значит, будет имя пользователя User и корневая папочка, в смысле и пароль, будет User. Если вы по каким-то причинам хотите поставить уже, чтобы, допустим, у вас было другое имя пользователя и название корневой папочки и новый пароль, то здесь там печатаете латинскими буквами свое имя, пробел, фамилию, новое имя для входа печатаете, я не знаю, допустим, Саня, например. Пароль делаете, там короткий делаете, или один, или девятку. И тут название компьютера. Ну, как правило, там пишут, там, лаптоп, ноутбук, там, десктоп, там, пишут иногда PC. И процесс пошел, и мы попадаем вот в эту менюшку. Я же, поскольку ничего здесь менять особо не собираюсь, а собираюсь только скопировать систему, чтобы имя пользователя было, User и пароль, я иду на копирование и попадаю точно сюда же. То есть тот этап является как бы промежуточным. Значит, ну что, я выбираю корневой раздел, нажимаю зеленую стрелочку, а вот посмотрите. Видите, крестик здесь, и точка монтирования здесь. Ясно все? С этим разделом я ничего не делаю, я не отмечаю его как домашний, нахлебался я с домашним. Точку, значит, своп, пожалуйста. Вот, своп. Тоже отмечаю, видите, крестик здесь, и своп появился здесь. И нажимаю, значит, на кнопочку дальше. Единственное, что у меня остается сделать, включить наш регистратор. Ой, какой большой. Так, делаю его минимальных размеров. Нажимаю на старт, 17, 25, 17. Ну, тут напишу 17, 25, 17. Все, сидим и ждем. Вторая часть ролика, значит, уже на жестком диске. Значит, я вам покажу, когда мы закончим с этим этапом. А потом уже посмотрите, значит, как дело делается. Там, на жестком диске, там, небольшие настройки, и все. И у вас сборка готова к работе. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта вот флешка, это полностью функционирующая нормальная операционная система. Посмотрите. Программа для записи экрана идет, то есть я пишу, и это отнимает вот у меня от процессора 12% и от оперативки 7%. То есть 24 отнять, допустим, 13, там 14, будет уже 11. Сама программа записи идет на жесткий диск. Теперь я могу в любой момент открыть броузер, там, поползать по интернету, там, искать что-то там, ну, чтобы, скажем так, было там не скучно. Могу открыть там любой, там, ну, вот, броузер, там, спрашивается. То есть во время установки вы можете просто пойти, что-нибудь там найти в интернете, посмотреть, там, какой-то видеоролик, там, на трубе, или еще что-нибудь. То есть время там для вас будет идти не столь утомительно. Вот, или можете делать какую-то там небольшую, там, работу, там, в офисе, допустим, там, документ какой-нибудь там писать, ну, без разницы. Значит, 17, 28, 40, 25 и 28, ну, 3, там, с половиной где-то минуты. Вот, пожалуйста, то есть обратите внимание, что это полностью функционирующая нормальная рабочая система. 28, 25, 3, там, с половиной минуты, ну, довольно-таки быстро сборочка-то поставилась. Причем, в отличие от винды, не нужно было там 3 или 4 раза перезагружать ее. И все это дело, как правило, на винде занимает, там, от получаса до часа. Все. Закрываем, и теперь в следующую часть ролика мы посмотрим уже на жестком диске компьютера, где сделаем там буквально ряд дополнительных настроек, и все. Ну, вот, посмотрите, я загрузился на жесткий диск. Вот, 49, ну, 50 гигабайт он занимает, занято 6,3, свободно, 40,3. То есть, практически 82% свободно. Все, как говорится, без утайки, без обмана. Самые первые две настройки, которые я вам покажу. Первое. Выбор часового пояса. Вот, идете сюда. И выбираете, допустим, вот, нажимаете разблокировать, заводите пароль. Если вашего города нет вот в этом списке, да и не парьтесь, подбирайте на часовой пояс, который вот по этому времени ближе к вам. Это может быть даже и не Екатеринбург, но если он находится в одном часовом поясе, и время у вас вот такое, да ради бога. Если, допустим, он находится там где-то здесь, вот там, Якуск, там может быть, Пхеньян, там повыше подняли, вот, вот и Восток. 3,33. То есть, если где-то вот в этом часовом поясе вы находитесь, нажимаете разблокировать, вперед, как говорится, и с песней. Вот таким вот образом. Настройку сделали. Вторая настройка, это настройка погоды. Значит, у меня сделано по Ливерпулю. Если у вас другой город, вот, настройка. Узнать местонахождение. Нажали вот на эту кнопочку, открывается браузер. В браузере, значит, пишите английскими муками свой город. Ну, я не знаю, что там. Ну, давайте вот Тагил напишем. Вот есть нижний, есть верхний. Бог его знает, чем они там отличаются. Ну, вот возьму нижний Тагил, Россия. Допустим, вот этот я возьму. Ну, вот. Скопировали. И вместо, значит, Ливерпуля, вот, взяли сюда его и вставили. Закрыли. Нижний Тагил, пожалуйста, вот вам прогноз на 5 дней вперед. Все. И нет проблем. Вот. Время настроили, погоду настроили. Все остальное, все здесь работает нормально. И в последней части видеоролика вы там увидите все остальные, там, как говорится, там, при бомбахе, вот, этой сборки. Могу сказать одно. Сборка очень хорошая, красивая и стабильная. Самое главное. Вот. И, чтобы не скучно было, там, нажмите себе там на программу для смены обоев, потому что это я делаю темный фон только для того, чтобы все видели системную информацию. А дальше так, оно вон побежало, там, в следующем можете нажать там, и или меняться там оно вас как там водит. Ради бога. Вот. Ну, ладно. Желаю, значит, всем перейти к следующей части ролика и досмотреть возможности программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...